История мотоциклов КТМ Обладая богатой историей и почти двумя сотнями титулов мировых чемпионатов в копилке компании, КТМ производит мотоциклы под лозунгом «Готов к гонкам» – «Ready to race». Однако, помимо гоночных внедорожных мотоциклов, которые принесли компании славу, выпускаются еще и обычные дорожные модели мотоциклов. А еще в производственной программе, когда-то были мопеды и скутера, до сих пор выпускаются велосипеды КТМ. В 1934 году австрийский инженер Ханс Трункенпольц открывает в Матинхофене металлообрабатывающую мастерскую под вывеской «Kraftfahrtszöge Trunkenpölz Matichhofen», которая к 1937 году получает статус дилера немецкой мотоциклетной марки ДКВ. Дела идут успешно, мастерская растет, фирма становится крупнейшим авто- и моторемонтным предприятием в Западной Австрии. В 1951 году начинается производство первого собственного мотоцикла R100 с мотором 98 см3. К 1953 году мотоциклетное производство становится серийным. Коллектив из 20 рабочих выпускает по 3 мотоцикла в день. Участие в спортивных соревнованиях приносит первые трофеи. В гонке в Гайсберге мотоциклы приходят к финишу на первом, втором и третьем месте, заняв весь пьедестал почета. В 1954 году собран сотый мотоцикл компании. КТМ выигрывает чемпионат Австрии в классе 125 см3. К 1955 году бизнесмен Эрнст Кронрейф выкупает большой пакет акций компании и входит в состав акционеров. Фирма, сохранив аббревиатуру КТМ в названии, переименовывается в Кронрейф и Трункенпольц Матихофен. Разрабатывается модель КТМ Турист 125 см3. КТМ пробует свои силы в кольцевых гонках. В 1956 году впервые участвуют в гонках Six Days. И сразу победа. Эган Дорнайер возвращается с золотой медалью. К 1957 году модельный ряд расширяется. Появляется спортивный мотоцикл Трофи 125 и скутер Мирабель. В 1958 году Эрвин Лехнер продолжает серию побед во внедорожных гонках на мотоцикле КТМ с конструированным инженером компании Людвигом Апфельбеком. В 1959 году в связи с глубоким кризисом моторынка производство мотоциклов прекращено, но в производстве появляются модели скутера Пони и мопеда. В 1963 году появляется еще один мопед Комет. К 1964 начинается производство велосипедов. Возобновляется участие во внедорожных гонках. Впервые компания выставляет заводскую команду в гонках Six Days. В 1966 году из ворот фабрики выходит 10-тысячный мопед Комет. Заводская команда привозит три золотых медали с гонки Six Days из Швеции. В 1968 году начинается массовое производство мотоцикла двойного назначения Пентон Six Days Dirt и его экспорт в США. В 1970 году открывается собственное моторное производство. До этого в основном использовались моторы Сачс. Разрабатывается 250-кубовый кроссовый мотоцикл, на котором Манфред Клер в тот же год выигрывает чемпионат Австрии. В 1973 КТМ начинает серийное производство 250-кубовых мотоциклов для кросса и эндуро. Советский гонщик Геннадий Моисеев зарабатывает первые очки в копилку завода в чемпионате мира по мотокроссу. На момент 1974 года модельный ряд компаний составляет 42 аппарата. Начинается производство КТМ Хобби 3. Геннадий Моисеев выигрывает на мотоцикле КТМ первый титул в мировом чемпионате в классе 250 кубических сантиметров. Появившись в середине 70-х годов в Советском Союзе в единичных экземплярах, техника КТМ обрела известность как мощная и быстрая, но ненадежная и капризная. Расшифровки КТМ как «Клуб трудолюбивых механиков» или «Кикуй, толкай, матерись» родились тогда. В 1975 году разработана модель для кольцевых гонок Комет Гран-При 125 РС, на которой заводской пилот Сиги Лернер выигрывал чемпионат Австрии. Также на мотоциклах КТМ Александра Гритти выигрывал чемпионат Европы по эндуро, а Геннадий Моисеев чемпионат мира по мотокроссу в классе 250 сантиметров кубических во второй раз подряд. В 1976 году начинается производство собственного двигателя объемом 125 сантиметров кубических. В 1978 у КТМ появляются 50-кубовые модели. Третий титул чемпиона мира для КТМ выигрывает Геннадий Моисеев. В 1981 начинается массовое производство первого в мире 125-кубового кроссового мотоцикла с водяным охлаждением. На фабрике трудится уже 700 рабочих, а 76% производимой продукции отправляется на экспорт. С 1982 года кроссовые мотоциклы оснащаются подвеской системой Pro-Lever и моноамортизатором. Впервые на внедорожном мотоцикле устанавливается 4-х тактный двигатель с водяным охлаждением. В 1984 открывается производство радиаторов охлаждения. Хайнц Киннигарднер становится чемпионом мира по мотокроссу в классе 250 сантиметров кубических. В 1985 год произведен 100-тысячный мотоцикл КТМ 500 сантиметров кубических с водяным охлаждением мощностью 50 лошадиных сил. Хайнц Киннигарднер во второй раз становится чемпионом мира по мотокроссу в классе 250 кубиков. В 1986 год, обладая богатой историей и почти двумя сотнями титулов мировых чемпионатов, в копилке компании КТМ становится первым производителем, кто использует на внедорожной технике дисковые тормоза и спереди, и сзади. Итальянский этап Six Days выигран мотоциклами КТМ во всех без исключения категориях. В 1987 году в производство запускается новый 4-х тактный 4-х клапанный ОЭШСИ двигатель объемом 560 сантиметров кубических. За год произведено 98 тысяч радиаторов, 93 тысячи 700 велосипедов, 12 тысяч 600 мопедов и 10 тысяч 600 мотоциклов. К 1988 году сворачивается производство скутеров. В 1989 году Трампас Паркер становится чемпионом мира по мотокроссу в классе 125 сантиметров кубических. Умирает основатель компании Ханс Трункенпольц. Контрольный пакет акций компании выкупается трастовым фондом ГИД. В 1991 году компания КТМ признана банкротом. Введено внешнее управление. Компания разделена на независимое подразделение по производству радиаторов, велосипедов, мотоциклов и инструментов. В 1992 году сформирована новая компания КТМ Спорт Моторсайкл. У нее новое руководство, новая концепция мотоцикла Эндуро, новый дизайн мотоцикла. Джефф Нильсон выигрывает в этом году титул в классе 125 сантиметров кубических, а Марио Ринальди в классе 350. В 1993 году новая концепция мотоцикла Эндуро оправдывает себя. Начинается серия побед в ралли. К примеру, Ралли Атлас 1993 года. Победы выигрываются в пяти категориях. В 1995 году в состав компании входит шведская мотоциклетная марка Husaberg и фирма по производству деталей подвесок White Power Suspension. Ралли Мастер и Тунисия выигрываются на мотоциклах КТМ. В 1996 году начинается производство четырехтактного мотора серии КТМ LC4 с электростартером. В 600 кубических сантиметров в одноцилиндровом моторе LC4 при отсутствии балансирного вала могли вытерпеть немногие. У водителей тряслось все. Руки, ноги, голова. Порой им казалось, что трясется весь мир вокруг них. Акции компании начинают котироваться на Венской бирже. Шейн Кинг выигрывает чемпионат мира в классе 500 сантиметров кубических. В 1997 году свет увидел дорожный вариант Супермото с мотором LC4 и первый внедорожный турист компании LC4 Adventure. В чемпионате мира по эндуро выиграно сразу три титула. Шейн Уатт – 125 сантиметров кубических, Марио Ринальди – 400 сантиметров кубических и Карри Тайнен – 500 сантиметров кубических. В 2001 году Фабрицио Меони выигрывает ралли Дакар на LC4 660R. Это была первая из серии побед в Дакаре. В 2002 году двигательное производство переезжает в город Мюндерфинг. Тьер Ванденбош выигрывает чемпионат мира в классе Супермото. Фабрицио Меони выигрывает Дакар на новом 950 ралли Твин. В 2007 году двигатель LC4 создан с чистого листа. Теперь он оснащен впрыском топлива, балансирным валом и является самым мощным серийным одноцилиндровым мотоциклетным мотором в мире. Новое поколение LC4 по сравнению со старым было просто образцом комфорта. Обладая завидной мощностью и резкостью, он не досаждал вибрациями и отличался большим ресурсом. На его базе даже делали малой серии марафонцев 690 Rally. Выпускаются 690 Супермото, а в конце года представляют модель 690 Duke. В 2008 году представлен Супербайк на базе мотора LC8. Компания пытается войти в сектор рынка, бывший для нее ранее чужим. Мотоцикл был встречен настороженно. В 2009 году для продвижения нового Супербайка завод выставляет команду в германском чемпионате U.M. Завоеванное второе место Штефана Небеля заставило многих пересмотреть свое отношение к мотоциклу. Кроссовый мотоцикл с 350-кубовым мотором показан на осенней выставке. Сочетая в себе вес и управляемость 250-ки с мощностью 450-ки, он является грозным орудием на кроссовой трассе. Два титула Антонио Кайроли, завоеванных на нем в 2010 и 2011 годах, хорошие тому доказательства. Показана новая концепция мотоциклов фрирайд, что-то среднее между эндуро и триальным мотоциклом. Одновременно выходит 350-кубовый бензиновый и электрическая версия фрирайдов. Такая вот история мотоциклов КТМ. На этом все. До новых встреч!